МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В память о тех, кто исполнил свой служебный долг за пределами Отечества. В Самаре отметили День воинов-интернационалистов. В торжественной церемонии возложения цветов на площади памяти приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Долг – честь Родина. Торжественное собрание, приуроченное ко дню вывода советских войск из Афганистана, прошло в Самарском дворце ветеранов. С начала года в Самаре произошло несколько крупных бытовых пожаров. Что такое пожарный извещатель и как он помогает уберечься от огня? Самаростат опубликовал данные о средних зарплатах в регионе в 22-м году. Работники каких сфер получают больше всего? В памяти учителя физкультуры Николая Давыдова в парке Воронежские озера прошло первенство промышленного района по лыжным гонкам. В память о тех, кто исполнял свой воинский долг за пределами Отечества. В День воинов-интернационалистов в Самаре возложили цветы на площади памяти. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители ветеранских общественных организаций «Юнормейцы». Дата выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск перешли реку Амударью и окончательно покинули территорию Афганистана. Тему продолжит Ольга Павлова. Боевые действия, которые продолжались 10 лет и унесли жизни 15 тысяч наших соотечественников, оказались самым трудным военным испытанием для нашей страны со времен Великой Отечественной войны, вспоминает генерал-лейтенант Анатолий Шиповалов. Легендарный комдив во время военного конфликта в Афганистане командовал 201-й краснознаменной Гатчинской мотострелковой дивизии. За три года прошел с боями север и северо-восток Афгана. В труднейшей обстановке добывался побед и захоронял личный состав. Награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды. Рассказывает, к войне привыкаешь. Боевой долг необходимо выполнять каждый день. Неоценимую помощь, вспоминает генерал-лейтенант, бойцам оказывали медицинские сестры. Так вот девчонки там, которые воевали, я вам скажу, молодцы, в основном медицинские сестры, вот я им поклоняюсь, а она проголубит его, поговорит ласково, он не кричит спокойно, и живой остается. Понимаете, женское сердце, ласка. Дата памяти воинов и интернационалистов выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск перешли реку Амадарью и окончательно покинули территорию Афганистана. В Самаре ветераны-афганцы традиционно 15 февраля собираются на площади памяти, чтобы вспомнить свою нелегкую службу, сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя. В торжественной церемонии возложения цветов вместе с ветеранами приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители общественных организаций и юнормейцы. На Самарской земле всегда чтут и помнят героев, всегда верны своему отечеству. Я отдельно хочу поблагодарить ветеранские организации матерей, которые сегодня поддерживают, помогают добрым словом и реальными делами семьи военнослужащих, которые потеряли своих близких. Сегодня военным афганцам помогают многие, причем бескорыстно. Активно поддерживают ветеранов и представители казачьего общества. Всем ветеранам большой низкий до земли поклон от всех казаков, от всех ветеранов, тех, кто членов их семей, от всех нас и, конечно же, пожелания крепкого здоровья. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане. Полтора миллиона наших соотечественников приняли участие более чем в 30 вооруженных конфликтах. 25 тысяч российских военных отдали свои жизни, исполняя служебный долг в различных точках земного шара. В Корее, Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Отметили памятную дату и в Самарском дворце ветеранов. Там состоялся концерт, а перед этим самарцы возложили цветы к вечному огню в Парке Победы. Подробности у Светланы Тимофеевой. После короткой торжественной речи ветераны возлагают цветы к вечному огню в Парке Победы. В их рядах те, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. Наши парни всегда были там, где трудно, там, где сложно, там, где нарушалась законность. И, конечно, всегда это были миротворческие акции, миротворческие спецоперации. Потому что у нашей страны, будь то Советский Союз, будь то Россия, никогда не было задач захватить чью-то территорию, чью-то страну, чей-то народ. Всегда наши парни шли туда и выполняли задачу, перед ними поставленную, чтобы сохранить мир. В России День памяти воинов-интернационалистов официально учрежден в 2010 году. Праздник посвящен тем россиянам, которые исполняли долг за пределами Отечества. Дата его проведения приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года. Нет смысла нести потери, потому что уже сформированы были вооруженные села Афганистана, уже подготовлены были, были организованы военные училища. И мы подготовили уже три смены и военных, и гражданских специалистов. Военный летчик Анатолий Розанов в начале 80-х годов прошлого века выполнял свой интернациональный долг в Сирии. Сегодня ветеран создал мобильный музей, с которым ездят по учебным заведениям Самары. Школьники с удовольствием разглядывают уникальные экспонаты, слушают истории. Изучали арабский язык перед командировкой, обычаи. И в 1982 году на аэродроме Дамаск нас привезли, и мы там выполняли интернациональный долг. Интерес, азарт, летная работа, оно как-то сглаживает все трудности, которые были там у нас. В честь праздника для гостей во Дворце ветеранов подготовили концерт. Услышав первые слова песни, которая звучала в фильме «Офицеры», все гости, невзирая на возраст и здоровье, встали со своих мест. Многие не могли сдержать слез. Некоторых ветеранов и музыкальные коллективы в честь праздника наградили почетными грамотами и вручили благодарности. В Самаре скорректировали список дорог, которые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать в этом году. В план ремонта включили путепровод «Аврора» и «Южный мост». Подрядчик приступит к работам, как только сойдет снег и установится положительная температура. Подробности у Светланы Тимофеевой. Валерий Пименов каждый выходной с семьей проводит на даче. Из города он выезжает по путепроводу «Аврора» и «Южному мосту». Мужчина согласен, что оба дорожных объекта нужно как можно быстрее привести в порядок и готов терпеть временные неудобства. На швах машина прямо вот так подпрыгивает. Так что я думаю, что нужно делать. Без неудобств невозможно отремонтировать. Так что поэтому, я думаю, все будут довольны, когда отремонтируют. Потерпим неудобства. На многочисленные обращения горожан отреагировали власти Самары и решили скорректировать список объектов, которые будут отремонтированы в 2023 году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В план этого года включили путепровод «Аврора» и «Южный мост». «Они ремонтируют в связи с постоянными жалобами граждан на пробки из-за разрушения подходов к депутационному шваму. В том году мы отремонтировали подходы к депутационному шваму. В этом году обновим полностью издавое полотно по этим путепроводам. И надеемся, что движение у нас пойдет уже более лучше». В 2017 году «Южный мост» ремонтировали капитально. В том числе меняли опоры и пролеты. Конструкции еще находятся на гарантии. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Подрядчику предстоит обновить подъезды к компенсационным швам. Дорожное полотно переведут в порядок по всей ширине. «Перекрывать полностью движение мы не будем. Будем работать по одной половине моста и путепроводов. Будут, конечно, неудобства. Надеемся, что люди поймут и потом оценят ремонт». При необходимости будут рассмотрены компенсационные меры в организации пути объезда, перераспределении трафика и поддержании скорости транспортных потоков. Специалисты считают, что пешеходная зона и ограждение в дополнительных работах не нуждаются. За соблюдением сроков и качества ремонта вместе с властями областного центра будут следить и общественники, представители ОНФ. «На всех этапах. Это от торгов до заключения контракта и затем за прохождением, чтобы у нас поэтапно весь контракт, все сроки контрактные были, собственно говоря, соблюдены. Но я хочу отметить, что в Самарской области по сфере дорожной сферы, конечно, у нас нарушений контракта сейчас таких вот грубейших не случается». Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре в предстоящем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать порядка 42 участков улиц общей протяженностью около 44 километров. К ремонтным работам подрядчики приступят, как только установится положительная температура и полностью растает снег. Чтобы снизить неудобства для граждан, большую часть работ будут проводить в ночное время. Светлана Тимофеева, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Новосадовый и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннеля проходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг к другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинская, а другой в обратном направлении к станции Театральная. Напомню также, что на прошлой неделе к участку в историческом центре города доставили шпалы. Параллельно подрядчик вел подготовку рельцев, которая требовалась изогнуть под нужный радиус для укладки на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Специалисты занимаются также вопросом переустройства трамвайной линии. В четверг, 16 февраля, запланировано очередное совещание с участием заказчика метростроя, подрядчика и городских профильных служб. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. А в этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество после ввода в эксплуатацию новой станции – добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. Это здорово. Город растет. И то, что возможность жителям Безымянки добраться в центр – это прекрасно. У меня у самой много друзей, знакомых, родных, кто живут на Безымянке. И для них, конечно, удобно очень, что они могут сесть и доехать в город без пробок, сходить в театр, погулять на набережной. Ну, это сокращает путь. С начала года в историческом центре Самары произошло уже несколько крупных бытовых пожаров, один из которых унес человеческие жизни. По словам сотрудников МЧС, в 80% случаев возгорание в домах происходит в ночное время, когда люди спят, не чувствуя запаха дыма. Наш корреспондент Анатолий Головко выяснил, как уберечь себя и своих близких от беды. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации и установки печей. Ветхие электросети и детские шалости – основные причины возникновения крупных бытовых пожаров, которые несут за собой разрушительные последствия и отнимают человеческие жизни. Согласно статистике, предоставленной региональным МЧС, львиная доля возгораний приходится на частные жилые дома. Зачастую люди не могут своевременно обнаружить пожар и принять меры для его ликвидации. Стоит отметить, что современные материалы, из которых производят элементы отделки жилых помещений и мебель, при горении выделяют большое количество опасных для человеческого организма газов, что чаще всего и приводит к трагедии. Технологии не стоят на месте и предлагают инструменты, благодаря которым можно решить практически любые вопросы. Безопасность дома возможно обеспечить за счет установки нехитрых автономных приборов – пожарных извещателей. По словам сотрудников МЧС Самарской области, эти устройства уже доказали свою высокую эффективность. Принципы их работы достаточно просты. Принцип работы данного извещателя заключается в том, что он улавливает продукты горения, после чего подается звуковой сигнал, способный оповестить и разбудить людей, находясь в жилых помещениях. Звуковой сигнал, который у нас примерно составляет 80 дБ, способный своевременно оповестить, так сказать, и даже разбудить людей, находящихся в помещении. Житель Самары Евгений Пахомов уже давно установил себе пожарный извещатель в квартире. Компактный прибор располагается прямо в коридоре над холодильником. Мужчина уверен, что спать, имея в доме подобную систему, можно спокойно. Рекомендую ставить, наверное, их там, где есть какое-то электрооборудование, которое находится постоянно в сети. Вот в данном случае у меня здесь холодильник. Я знаю, что бывает иногда загорание холодильника. Для безопасности от пожаров, в принципе, очень хорошая штука, считаю. В региональном МЧС отмечают, что автономный извещатель рекомендуется устанавливать не только в жилых домах и в квартирах. Обратить внимание на прибор стоит и владельцам дачных участков. Кроме того, систему могут обеспечить надежную защиту в производственных, складских и офисных помещениях. Сотрудники профильного ведомства напоминают, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить. Об этом не стоит забывать. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Самар-Стат опубликовал данные о средних зарплатах в разных сферах экономики с января по ноябрь 2022 года. Среднемесячная заработная плата в ноябре составила 48 тысяч 448 рублей. По сравнению с ноябрем предыдущего года она выросла более чем на 13 процентов. Больше всего зарабатывают труженики нефтяной отрасли. Они получают в среднем 73 тысячи рублей. На втором месте работники банковской и финансовой сферы, а также страховщики. Они получили в среднем 70 тысяч рублей. Доходы работников связи и информации составили 68 с половиной тысяч рублей. На четвертом месте рейтинга профессии оказались работники технической и научных сфер. Эти специалисты получали в среднем 63 тысячи рублей. Пятую строчку занимают работники обрабатывающих производств. Их заработок составил 51 тысячу рублей. Меньше всех в Самарской области получают работники гостиниц, кафе, ресторанов. Их средний заработок не превысил 27 тысяч рублей. Сброс 6 тысяч воздушных красных сердец, романтичное предложение руки и сердца, живая музыка и конкурсы. В торговом комплексе «Гудок» День всех влюбленных отметили с размахом, предварительно устроив конкурс на самое креативное признание в любви. Победитель получил возможность сделать свое любимое незабываемое предложение. Подробности в нашем сюжете. 6 тысяч воздушных шаров, закрепленных под крышей в виде гигантского сердца, опускаются на Юлию и Евгении. Теперь они помолвлены. Евгений написал креативное признание в любви, стал победителем конкурса торгового комплекса «Гудок» и смог в День всех влюбленных сделать такое красивое предложение руки и сердца своей избраннице, с которой они вместе уже более пяти лет. Было очень волнительно, но и в то же время было очень приятно. И хотелось бы отдельно поблагодарить торговый центр «Гудок» за такое грандиозное мероприятие, за такую возможность, которую предоставили нам. Сброс 6 тысяч красных сердец стало, пожалуй, самым запоминающимся и красивым шоу этой зимы. Кроме того, гости праздника могли поучаствовать в романтических конкурсах, чтобы выиграть ценные призы для своих вторых половинок, а также потанцевать под живую музыку. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В парке «Воронежские озера» состоялось первенство промышленного района по лыжным гонкам. В этом году соревнования посвятили памяти учителя физкультуры Николая Вениаминовича Давыдова. В гонке приняли участие 23 команды. Мы попывали на соревнованиях и расскажем подробности. Испытать себя, взбодриться на свежем воздухе и вспомнить одного из лучших педагогов. В школьнике промышленного района Самары приняли участие в лыжных гонках на Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова, учителя физкультуры, лицея технический. Воспитанники и коллеги вспоминают его как человека и профессионала с большой буквы. Он сам лыжник, светлый душечеловек. То есть во всех соревнованиях вторая школа принимала участие, потом это стал технический лицей. Я после армии пришел работать в школу. Вот мы на протяжении 20 с лишним лет, наверное, даже больше 25 лет выступали в соревнованиях. Во всем, чем мог, Николай помогал. То есть я просто-напросто честно говорю, слезы это вот. Ну просто вот об этом человеке плохого никто не мог сказать. Коллеги, друзья, методическое объединение учителей физкультуры предложили зимнее первенство района по лыжным гонкам, которое ежегодно проходит в парке Воронежские озера, в этом году посвятить памяти Николая Давыдова. Администрация промышленного района идею сразу поддержала. Среди участников соревнований много его воспитанников. В жизни повезло поработать с таким человеком. Был отзывчивый профессионал с большой буквы. Его очень сильно любили дети. И он работал полностью отдавая себя своей профессии. В первенстве приняли участие 23 команды по 24 человека. Это ученики общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования. В промышленном районе занятия спортом стараются поддерживать. На территории закреплено 27 тренеров по месту жительства. Они работают как с детьми, так и со взрослыми жителями, с людьми серебряного возраста. На всех общественных пространствах, это парки, парк Гагарина, парк Воронежские озера, парк Молодежный, солнечные поляны. У нас ведут спортивные занятия тренеры по месту жительства. И именно такие виды, как скандинавская ходьба, футбол, общая физическая подготовка. Конечно, люди, не только школьники, выходят из своих квартир и вместе с нашими тренерами стараются заниматься и поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Победителей лыжных гонок определят как в личном, так и в командном зачете. Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова планируют сделать ежегодным. Крылья Советов пригласили на просмотр двух полузащитников. Они сыграют за команду в ближайших товарищеских матчах. Дарья Касаткина сражается за победу на теннисном турнире в Каторе. А самарские атлеты завоевали медали на разных всероссийских соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В расположении Крыльев Советов прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах команды, которые пройдут 16 февраля. Последним клубом Зуева были Химки. Александр выступал за Крылья в 2017 году. На его счету 11 матчей и две голевые передачи. Галкин – воспитанник «Динамо». Он выступает за вторую команду столичного клуба. Дарья Касаткина вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 500 в Дохе. Катарский турнир проходит на покрытии «Харт». Тольяттинская спортсменка в первом раунде за 1 час 41 минуту одолела Ребекку Марина из Канады – 7-6, 6-2. Дарья ни разу не подала на вылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейкпоинтов из пятнадцати. Во втором раунде Касаткина будет играть против Беатрис Хадат Майя из Бразилии, которая занимает 12 место в мировом рейтинге. Это будет их первая встреча на соревнованиях. Женская сборная России по баскетболу провела в Минске два товарищеских матча с командой Беларуси. В первом россиянке крупно уступили 45-63. На следующий день наша сборная взяла у хозяек реванш – 71-61. Защитник Самары Дарья Курильчук провела на площадке в первой игре 9 минут, но результативными действиями отметиться не сумела. Из расположения сборной Дарья вернулась в Самару. Уже 16 февраля возобновляется чемпионат Премьер-лиги. Самару ждет матч в Екатеринбурге с УГМК. На стадионе «Юность» в Сочи состоялись всероссийские соревнования по легкоатлетическим метаниям «Богатырь». В турнире приняли участие 189 спортсменов из 26 регионов России. Тольяттинка Софья Палкина заняла второе место в метании молота с результатом 69 метров 96 сантиметров. В Подмосковном Красногорске прошли соревнования суперфинала личного чемпионата по мотогонкам на льду. По итогам второго дня состязаний тольяттинский спортсмен Игорь Кононов выиграл бронзу. Золото у Никиты Богданова из Уфы, а у его земляка Динара Валеева серебро. 15 февраля верующие отмечают один из главных христианских праздников – Сретене Господне. Он входит в список 12 самых значимых праздников в году и отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Славянское слово «Сретене» переводится как «встреча». Если на Сретене холодно и пошел снег, то весна будет слякотной и дождливой. Также это обещает хороший урожай. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Октябрьского района Самары сообщает, что в районе продолжаются работы по расчистке внутриквартальных проездов, тротуаров и входных групп от снега, наледи вручную и с применением специализированной техники. И размещает подтверждающие это фотографии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА